МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире программы Телемикс Новости. В студии Екатерина Рехтина. Мы расскажем о том, что интересного произошло в городе. Не только смотрите сегодня выпуски. Усиление для МЧС в Уссуриск прибыли спасатели из Хабаровска. Жилье по соцнайму ведется капитальный ремонт квартир. Модернизация котельная номер 5. Объект готовится принять новых абонентов. Долги в десятки миллионов. Уссурийцы не платят за аренду земли. День российского флага-концерт в честь Триколора. Магазин с алкоголем возле сквера. Местные жители возмущены. Президентские игры. Уссурийские школьники готовятся к всероссийским соревнованиям. Уссюление для Уссурийского МЧС. В наш город прибыли сотрудники Амурского спасательного центра. Специалисты готовы в любой момент приступить к аварийно-восстановительным работам по восстановлению условий жизнеобеспечения населения. Приехало 70 человек личного состава, 5 единиц техники для обеспечения, в первую очередь, безопасности экономического форума, который пройдет в Владивостоке, по-моему, с 11 числа. Также два тайфуна надвигаются с 23 по 26 число в Приморский край для проведения примитивных мероприятий. У нас имеются лодки для обеспечения переправы людей из каких-то населенных пунктов. Там, допустим, сегодня задействована одна лодка, три человека, населенный пункт Крановка для обеспечения переправы. Там строится мост, как я понял, и переправу затопило, и будем людей переправлять. В прошлом году также мы прибыли, занимались ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, конкретно в Уссурийске. Сейчас спасатели дежурят возле села Круновки, где из-за подъема уровня воды в реке смыло временную переправу. Жители перевозят с берега на берег на моторные лодки. В управлении по делам ГОИЧС сообщили, что в реке Раздольной в районе Новогеоргиевки идет незначительный подъем воды. Угрозы подтопления в Уссурийском округе пока не ожидается. Также 23 августа ближе к вечеру выпадут осадки. Специалисты ГОИЧС отметили, что тайфун, который двигался на Приморский край, потерял силу и ушел в сторону Кореи. Поэтому Уссурийск заденет незначительно. Внеочередная квартира инвалид из Уссурийска скоро переедет в гостинку, которую получил на условиях соцнайма. Перед заселением постояльцев помещения провели капитальный ремонт. Эта жилплощадь готова. Сейчас строители трудятся по другим адресам. Подробности далее. В квартире на Суханово, 55, идут последние приготовления. Рабочим осталась самая малость. Кое-где подкрутить гайки и протереть пыль. Через неделю гостинка будет готова к новоселью. В эти квадратные метры заедет инвалид, который сейчас живет с родственниками. Муниципальную квартиру мужчине выделили по договору социального найма. Его заболевание попадает в перечень заболеваний, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, которое как раз имеет право на предоставление внеочередном порядке жилого помещения. Важно еще отметить, что у него имеется право на дополнительную площадь. Именно эту квартирку пенсионеру показали в июне. Мужчина был в шоке от состояния будущего жилья. Фотографии разлетелись по интернету. Тогда пользователи сети и сам хозяин квадратных метров ошибочно решили, что в таких условиях и придется существовать. Но переживания напрасны. По закону администрация обязана предоставить благоустроенное жилье. Заранее делать ремонт непрактично. Претенденту может не понравиться, например, местоположение дома или этаж. Потому сначала получают согласие, а потом начинают работы. На реанимацию помещения потребовался всего месяц. Произведен капитальный ремонт в виде замены оконного проема, замены системы отопления, замены всей сантехнической работы. Там заменена ванна, унитаз, замены всех трубопроводов, уложен кафель, окрашены и оштукатурены стены. Также произведен ремонт полового покрытия, дверных проемов, ну и, естественно, произведен космический ремонт в виде оштукатуривания стен и клейки обоев. Если по этому адресу почти все готово, то еще в нескольких гостинках ремонт в самом разгаре. Неделю назад строители зашли в одну из квартир по Горького, 29. Несколько дней понадобилось для того, чтобы очистить жилплощадь от мусора. Потом приступили к работе. Уже сменили проводку, установили новое окно, выровняли пол и теперь принялись за стены. Сейчас в очереди на муниципальное жилье по социальному найму стоят 1117 уссурийцев. Возможно, кому-то приглянется и эта квартира. В перспективе такие квадратные метры можно бесплатно приватизировать. Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс. Самая крупная котельная в Уссурийске ремонтируется к зиме. Предприятие готовится не только к предстоящему холодному сезону, но и к последующим. Ведь количество абонентов со временем будет только расти. Завершат ли ремонтные работы до наступления холодов, выяснил Илья Манатов. Часть уссурийска без горячей воды. Потерпеть стоит хотя бы ради того, чтобы не остаться потом на зиму без тепла в доме. Пятая котельная проводит ремонтные работы, чтобы к холодам быть во всеоружии. Предприятие отапливает значительную часть города. С объемами справляется без труда, но со временем обслуживать придется еще больше объектов, для чего и модернизируют оборудование. Город развивается, дома строятся, то есть потребление увеличивается. Мы закрываем котельные, которые в центре города, переводим нагрузки на пятую котельную. В соответствии с этим нам необходимо, чтобы пропускная способность труб соответствовала потребностям. Ремонт идет во всех котельных уссурийска. В большинстве из них используется уголь, мазут или дизель. 13-е и 24-е стремительно перестраиваются на газ. Еще на трех предприятиях ведется переход на голубое топливо. У всех организаций работы идут согласно плану, и к отопительному сезону котельные уже будут готовы согревать уссурийцев. Распространенная проблема – это износ насосов и котлов, что может повлечь срыв отопительного сезона. Пятая котельная делает все, чтобы сбоев не произошло. Сейчас меняют 250-метровые трубы и опоры к ним. Параллельно чинят ряд оборудования и ремонтируют помещения. В настоящее время котельная у нас, в общем-то, процентов на 90 готова к новому сезону. Как только придет команда подать тепло в город, мы это сделаем без особых проблем. 20 сентября предприятие уже должно запустить горячую воду в дома. 15-го необходимо предоставить паспорт о готовности к отопительному сезону. И ровно через месяц все котельные обязаны дать тепло по адресам обслуживания. Илья Аманатов, Сергей Флоренцев, Телемикс. 165 миллионов рублей задолжали уссурийцы за аренду земли. Сумма накопилась за многие годы. И сейчас удалось остановить рост этого показателя и даже добиться возвращения денег в городскую казну. Еженедельно судебные приставы посещают неплательщиков, накладывают арест на имущество и сокращают долг. Компанию служителям закона составила и наша съемочная группа. Улица Ясная. Судебные приставы и сотрудники администрации намерены выполнить решение суда. Взыскать долг за аренду земли. Собственник этого участка задолжал городской казне более 5 миллионов рублей. Настало время платить по счетам. Приставы намерены арестовать имущество неплательщиков в счет погашения огромной неуплаты. Данный объект будет оценен и потом отправлен на реализацию, на торги на реализацию. После двух торгов, в случае если его не приобретут, делается предложение взыскателю, в данном случае администрации, что в счет погашения у нас получится все-таки частичного погашения. Долго сможет забрать администрация этот объект незавершенного строительства. Подобная практика уже существует в Уссуриске. Глава администрации поставил задачу добиться вынесения судебных решений по всем долгам за землю. На сегодня сумма, которую недополучил бюджет по этой статье, огромна – 165 миллионов рублей. С судебными приставами ежемесячно перечисляются средства, взысканные из должников. На данный момент эта сумма задолженности по итогам 8 месяцев приставами взыскано более полутора миллионов рублей. Поэтому на этот год еще намечена реализация ряда имущества. Там поступления к концу года, надеюсь, будут более значительные. Работа ведется по каждому неплательщику. Судебные решения уже вынесены на сумму более 100 миллионов. Осталось привести их в исполнение. Кстати, если неуплаты будут возвращать через суд, то должники понесут дополнительные траты. Исполнительский сбор, пошлины и пеню за просрочку платежей. При миллионных долгах вытекут значительные суммы. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. День российского флага. Концерт в честь Триколора. Магазин с алкоголем возле сквера. Вместные жители возмущены. Президентские игры. Уссурийские школьники готовятся к всероссийским соревнованиям. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. День рождения российского флага отмечают в молодежном центре «Горизонт». В этом году Триколору исполняется 24 года. О том, как велась подготовка к праздничному концерту, узнавала наша съемочная группа. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Настройка оборудования и проверка звука. Так начинается подготовка к выступлению артистов. «Горизонт» собирается отметить важную дату – день рождения российского флага. До старта еще есть время, но работу тут принято начинать заранее. Командует парадом Анатолий Луковцев. Сегодня будут выступать участники клубных формирований «Горизонта». Но, к сожалению, конечно, всех мы собрать еще не смогли, потому что многие на каникулах. Но очень многие откликнулись и даже с каникул вот приехали, чтобы подарить людям небольшой, но все-таки праздник. В гримёрках уже звучат голоса. Тут артисты готовятся к выступлению. Вокалисты распеваются, разогревают связки. Злата занимается вокалом уже пять лет. Работает тут, в «Горизонте». Ради того, чтобы спеть, вышла из отпуска, потому что понимает – праздник важный. Эти праздники нужно отмечать, потому что они прививают любовь к родине, к патриотизму. Торжество в один и тот же день – 22 августа. В честь этого праздника в России принято устраивать концерты и показывать выступления. Наша съемочная группа узнала, отмечают ли этот день уссурийцы. Нет, никак не отмечаем. Нет. Нет. А как отмечать? На работе, вечером, дома. Ну, как отмечать? Да нет, конечно. Аппаратура готова, артисты тоже. Выступление сможет посмотреть любой желающий. Концертная программа начнется с минуты на минуту. И остаются смотреть Елена Карпенко, Алексей Чаповалов, Телемикс. Новый офис многофункционального центра «Мои документы» откроются в Уссурийске в здании Попушкино-4. Ремонтные работы подходят к концу. Теперь получать государственные и муниципальные услуги жителям будет удобнее. Специалисты рассчитывают, что в центральном отделении на Некрасово нагрузка и очереди уменьшатся. Облицовка фасада, отделка козырька над крыльцом и внутренние работы. В здании Попушкино-4 будет располагаться МФЦ «Мои документы». Новый офис давно стал необходимостью. В центре города только одно отделение – на Некрасово-91А. Данный ТОСП администрация Уссурийского городского округа приняла решение открыть в целях сокращения очереди на Некрасово-91А, поскольку центр города, количество обращений огромное. Я считаю, что нужен, он никогда не помешает, потому что население у нас большое. Бывает быстро проходишь, бывает не очень по-разному. Ну, конечно, нужен. В центральном МФЦ работает 10 окон, ближайшие на Тургенево-2. Специалистов там больше, однако жители предпочитают офис в центре. Теперь, в случае большой очереди, Уссурицы смогут пройти на Пушкино-4. Здесь достаточно хорошая проходимость людей, и да, хорошо то, что еще дополнительная будет организация. В новом офисе услуги будут предоставляться те же, но рабочий день с 8 утра до 18 вечера. Суббота и воскресенье – выходные. В помещении заработают 4 окна и обязательная электронная очередь. Отделочные работы сейчас на этапе завершения. Недавняя приемка показала, что есть некоторые недочеты, которые подрядчик должен устранить в ближайшие дни. Отметим, что первый в Приморском крае многофункциональный центр был открыт в Уссурийске почти 9 лет назад. Сейчас в округе работает 2 отделения и 4 территориальных структурных подразделения. Действуют 40 окон приема и выдачи документов, где предоставляется более 250 видов государственных и муниципальных услуг. Екатерина Рехтина, Алексей Шаповалов, Телемикс. К президентским играм готовы ученики 25-й школы. В сентябре едут в Краснодарский край отстаивать честь Приморского края на всероссийских соревнованиях. Ежедневные тренировки – последняя возможность натаскать команду в том или ином виде спорта. Наша съемочная группа оценила боевой дух сборной школы. Только так и никак иначе этим ритуалом начинается каждая тренировка учеников 25-й школы. 8 сентября они улетают в Орленок на президентские игры, где командный дух так же важен, как и спортивная подготовка. Каждое буднее утро начинается с тренировки. Команда 20 человек, 10 мальчиков, 10 девочек. Команда отбиралась, я сказала, в школьном, муниципальном этапе. В легкой атлетике участвуют все дети, то есть все 20 человек. Дополнительные виды идет гонбол, лапта. На России будет еще тэк-рэгби. Бег на различные дистанции, прыжки, метание снарядов, командные игры, плавание. Программа состязаний насыщенная. Сборная Уссурийска формировалась с учетом особенностей ребят. Ведь не может ученик преуспевать во всех спортивных дисциплинах. А потому у каждого в команде есть своя сильная и слабая стороны. Я очень сильно переживаю за такое вид спорта, как шашки, потому что он довольно-таки сложный. И у нас в команде не все очень хорошо играют. Я боюсь, что будут очень большие соперники, разрядники, так как многие там будут из столицы, из других городов, где лучшие тренера. На каждой тренировке разбор полетов. Подготовка к соревнованиям – то время, когда можно выявить, а самое главное – исправить недочеты. Занимаются ученики 25-й школы все лето. А потому без стеснения говорят – результаты есть. Да, есть. В легкой атлетике. Раньше очень медленно бежал, а сейчас быстрее бегу. Опыт участия уссурицев в российском этапе президентских игр уже есть. В 2011 году наша сборная отстаивала честь Приморья в Орленке. И, кстати, это тоже были ученики 25-й школы. Тогда до ступени пьедестала наши ребята не добрались. Но ошибки учтены. В этом году уссурицы едут только за призовым местом. Ирина Мигунова, Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев. Телемикс. Алкомаркет возле детской площадки. Жители микрорайона Южный возмущены. Возле нового сквера на Стаханово открывают магазин со спиртными напитками. Заведение расположено рядом с тремя детскими площадками. А через дорогу и вовсе стоит детский сад. Стаханово 36А. С двух сторон детские площадки, а на углу дома будущий магазин алкогольной продукции. Местные жители, когда увидели яркие вывески, были шокированы. Почему в их уютном районе и в шаге от игровых площадок открывают такой отдел? Мы вообще не представляем, как в вечернее время здесь будут выходить товарищи всевозможной активности. И превращать наши площадки в питейные заведения нам бы этого очень не хотелось. Ни зимой, ни летом, ни весной. Мы вообще против жидкой смерти. В июле на рассмотрении Госдумы был законопроект о запрете алкомагазинов в жилых домах. Однако предложение не было принято. При этом существуют зоны ограничения по продаже крепких напитков. Так, расстояние от детских садов и школ 25 метров. Также отдалены должны быть медицинские и спортивные учреждения, аэропорты и так далее. Про парки и скверы в законе не сказано. А ближайший детский сад находится на значительно большем расстоянии. Ну, негативные, конечно, эмоции, потому что наши дети здесь гуляют. Здесь будет распитие спиртных напитков, бутылки. Бутылки будут оставлены возле парка, соответственно. Ребенок подойдет любой, увидит и выпьет, не дай бог, конечно. Не хотелось бы, чтобы открывалось здесь. Представители магазина официальный комментарий не дали, однако в личной беседе по телефону пояснили, что сеть действует согласно законодательства и постановления округа. Также отметили, что кроме алкогольной продукции, которой уделяется 70% стеллажей, будут сопутствующие товары. Например, соки, вода, шоколад. Но местных жителей это, видимо, все равно не радует. Я думаю, мне особенно будет страшно, потому что я часто с собакой хожу тут одна. Ну, я думаю, мне тоже будет страшно, будет неприятно, если какие-то люди будут подходить, там денег даже на водку просить или на что-то еще, или просто просить как-то чем-то помочь, просто приставать начнут тоже, как-то будет неприятно. Это очень плохо, потому что здесь будут валяться бутылки, алкоголь, алкаши здесь будут ходить, это плохо. Я хочу, чтобы здесь было чисто все. И тогда затопчут все кусты, мне кажется, всю траву, будет вообще никак не красиво, ничто вообще. Вы против? Могут даже сломать качели, что угодно могут делать. Вопросы у председателя домового комитета вызывает и подключение магазина к инженерным сетям. Раньше на углу Стаханово 36А была парикмахерская с электрическим отоплением. Как представители алкомаркета подсоединились к централизованному отоплению, никто не знает. Даже управляющую компанию не пустили посмотреть. Екатерина Рихтина, Алексей Шаповалов, Телемикс. На этом пока все. Сюжеты вы сможете увидеть и на нашем сайте телемикс.тв. В студии работала Екатерина Рихтина. До встречи на нашем канале.